Подготовка к важнейшему общественно-политическому событию идет полным ходом. Активную работу ведет Пинская городская комиссия по проведению референдума. Она была образована совместным решением Пинского городского исполнительного комитета и Президиума Совета депутатов, и в ее состав вошли 11 человек. Комиссия размещается в здании исполкома. Также в городе образовано 67 участков для голосования и участковые комиссии. В настоящее время каждый гражданин имеет право ознакомиться, внесли ли его в список участников референдума, то есть в список для голосования. Для этого участковые комиссии осуществляют тоже дежурство в будние дни с 17 до 19 часов в вечернее время и по субботам с 12 до 14 часов. В это время гражданин может зайти на участок для голосования и проверить, внесли ли его в список избирателей или нет. Для чего необходимо предъявить документ, подтверждающий регистрацию на территории данного участка. К слову, документ, удостоверяющий личность, необходимо предоставить и для того, чтобы получить бюллетень во время референдума. Основной документ, конечно, это паспорт гражданина Республики Беларусь. Остальные документы, которые предусмотрел Центр избирком, по которым можно проголосовать, это документы, в первую очередь на которых имеется фотография. Это водительское удостоверение, студенческий билет для студентов дневной формы обучения, военный билет для солдат срочной службы, пенсионное удостоверение, а также служебное удостоверение для государственных служащих. Напомним, что участие в голосовании принимают только граждане Республики Беларусь по месту регистрации. Те, кто в основной день референдума не сможет посетить участки для голосования, может сделать это досрочно. В соответствии с избирательным кодексом, не менее чем за 5 дней, то есть 22 февраля, начинается досрочное голосование. Начиная с 22 февраля, участковые комиссии будут работать с 10 до 19 часов вечера, с 14 до 16 предусмотрен перерыв обеденный. Поэтому, уважаемые избиратели, если вы 27 февраля не можете прийти на избирательные участки, приглашаем вас досрочно проголосовать. Ну а также приглашаем непосредственно 27 февраля прийти, поучаствовать в референдуме и определить судьбу нашей страны.